Привет, друзья! Сегодня я в провинции Крайби, в Таиланде, только что приехала с необитаемого острова, стою на фоне потрясающей красоты белого храма, собираясь ответить для вас благостную тему, а именно отношения в семье и с друзьями при смене типа питания. Зачитаю сообщение подписчицы из Инстаграм. Как перестать беситься от непонимания? Я просто даже представить боюсь, сколько тебе тупорылых, пардон за выражение, вопросов задавали и как их терпеть вообще, как реагировать. Меня сейчас подружка доконала, я ее к тебе отправляю, а она все по кругу свою шарманку. Про каши, о господи, и их пользу для пищеварения, я аж вспотела от негодования. Извини, просто ты единственный человек в моем окружении, кому я могу пожаловаться на эту тему. Просто всплеск эмоций. Да и дело не в питании даже, а во всех этих бредовых фразах про мои любимые нормы и пользы. Еще Магнеллис мне советует, о ма гад, тебе на семинаре можно будет задавать вопросы? Что я об этом думаю? Чаще всего, когда человек начинает становиться вегетарианцем, веганом, сыроедом, когда он начинает чем-то активно заниматься, особенно если это касается его базовых потребностей, то есть менять свою жизнь, он почему-то думает, что близкие должны меняться вместе с ним и начинает делиться своими впечатлениями с ними. Но их жизнь остается на прежнем уровне, и реакция на твои изменения может быть не всегда положительной и не всегда такой ответной, на которую ты рассчитываешь. Они могут быть просто в непонимании, они могут противиться тому, что ты делаешь. Это вполне нормально. Они не обязаны зажигаться этой идеей так же, как и ты. Если раньше вы говорили про шахматы, футбол и музыку, например, а теперь ваши темы сместились к очистительным кризам, которые с вами происходят, то, конечно же, у человека возникает вопрос, а почему мы вообще начинаем беседовать на эту тему? А если ему плохо, то почему он продолжает? А если ему слишком хорошо, а не сектант ли он часом? Таким счастливым быть нельзя. Это самовнушение. Раньше ты таким не был. Я понимаю, что близкие люди на то и близкие, и именно поэтому вы хотите делиться с ними всеми своими эмоциями. Но это не совсем та тема, которую стоит затрагивать. Уж что-что, а такие темы, которые идут вразрез с общественным мнением, необходимо обсуждать только с теми, кто зажжен так же, как и вы. И вам просто необходимо найти самостоятельно тот круг людей, которым вы уже сможете делиться вашими чистками, кризами, радостями, болями и обсуждать своих близких про то, что ну они же болеют, ну они же от еды болеют, они же этого не понимают. И прививки-то нам государство зря делает. Да вообще оно нас травит. Да вообще продукты все химичные. Все вот это лучше обсуждать, конечно же, в кругу своем сектантском. В противном случае друзья и родственники будут скидывать вам статьи из интернета, фильмы, исследования про то, как полезно все то, что вы не едите. А также опровержение того, что вегетарианство — это здоровый образ жизни, то, что сыроедом вообще можно жить, и то, что фрукты — это видовая еда человека. Уж чего-чего, а опровержение в интернете на все что угодно можно найти целую кучу. Особенно на сыроедении. Особенно от так называемых сыроедов со стажем, которые сначала книжек начитаются, потом неправильно посыроедят пять лет. И то не факт, сыроедели они или нет. А потом говорят то, что это питание не для всех, и у них какие-то дисфункции развились. То есть я хочу сказать, что в подавляющем большинстве случаев проблемы между переходничком, его родственниками и друзьями возникают именно из-за переходничка, потому что это он начинает компостировать им мозги по поводу того, что их продукты вредны, их продукты вообще не пища, они поэтому болеют, государство нас травит, все вообще неправильно, наши предки жили иначе и прочее. Однако, если вы в начале своего пути честно сказали, что это только ваш личный эксперимент, и вы берете стопроцентную ответственность за все, что происходит с вами и вашим здоровьем, и то, что вы не будете посягать ни на чей образ жизни в вашем окружении, если с вашей стороны действительно нет никаких позывов говорить о том, что они живут неправильно, а также укоризненных взглядов на их тарелки, а разговоры про то, что вы себя гробите, все-таки заходят, надо признать, что дело здесь не в еде. На мой взгляд, еда является индикатором, качественным показателем отношений. Изменения типа питания отвечают на вопрос, принимают вас в этом обществе или нет. Когда мне интересен человек, когда мне есть с ним что обсудить, когда я вдохновляюсь и мотивируюсь одним нахождением рядом с ним, то, конечно же, мне совершенно плевать, что он есть. Точнее, мне интересно это в том числе, потому что интересен он, но я не собираюсь менять его личные жизненные установки, потому что принимаю, потому что он мне нравится. Подумайте, что вами движет, когда вы собираетесь постигать на чужой тип питания. Во-первых, вы хотите этих людей контролировать. Во-вторых, вы почему-то считаете их неправыми, а себя правым, хотя вы находитесь на переходном этапе, и у вас нет многолетнего опыта, на который они могли бы ориентироваться. Людям нужны доказательства, так добейтесь сначала их. Сделайте так, чтобы у вас улучшились результаты. Сделайте так, чтобы вас окружило такое общество, в котором все, такие же, как вы, и у каждого из них глобальные улучшения по здоровью и самочувствию. Продвиньте свой образ жизни в массы, и только тогда вы сможете влиять на тех, кто вам дорог. А в настоящий момент все эти разговоры все равно тщетны, и они будут отнимать вашу энергию, которая должна вливаться в вас для того, чтобы помогать в переходе. Не стоит растрачивать ее зазря. А про принятие. Если ссоры в семье из-за еды, если отношения с друзьями портятся из-за еды, то уж поверьте мне, дело совсем не в еде, а в том, что в отношениях в принципе полный разлад. И работать здесь нужно не с типами питания, а с самими отношениями. Когда отношения между людьми гармоничны, они позволяют друг другу допускать ошибки и позволяют друг другу расти. Доставать человека с вопросами о его питании крайне абсурдно и глупо, потому что питание — это такая же базовая потребность, как дыхание, например. Представьте, если бы за вами ходили и постоянно спрашивали. А ты сегодня дышал? А сколько вздохов ты сделал? А ты дышал животом или легкими? А ты слышал новые исследования ученых, которые придумали новую формулу дыхания? Оказывается, она продлевает жизнь. А ты знаешь, наши предки дышали совершенно иначе. И для того, чтобы быть здоровым и счастливым, нужно дышать именно так. Вы здесь все дышите неправильно, только я знаю, как дышать. Я, конечно, на себе еще не пробовала, но только я знаю, как дышать. Я книжки прочитала. Не, ну я считаю, что во всем нужна мера. И как предки дышали, и как ученые придумали, ну и немножко моего личного опыта. Абсурд! И, конечно же, если ваши разговоры смыкаются только на питание и ни о каком принятии речи не может, то, поздравляю, у вас нет и не было близких людей, и нужно искать новых. Близкими вы считали не тех. Итак, вывод, да? Первое. При смене типа питания говорим сразу, что это только ваш личный эксперимент, и вы не собираетесь посягать ни на чей образ жизни в вашем окружении. Также вы не собираетесь делиться своими мыслями, эмоциями, впечатлениями на этот счет, а также плохим самочувствием и хорошим самочувствием. В крайнем случае, они посчитают вас сектантом или просто больным человеком и захотят оказать психологическую или медицинскую помощь. Второе. Когда вас распирают из-за того, что с вами происходит, вам просто необходимо найти единомышленников и обсуждать это с ними, потому что только они могут вас понять, и только они могут разделить ваши эмоции. Ожидать понимания от людей, которые не испытывают того же самого, абсолютно бесполезно. Ну и третье. Если в вашем настоящем окружении разговоры крутятся только вокруг еды, и именно о ее неправильности, и именно о неприятии вас, то, к сожалению, такие отношения нужно либо расторгать, потому что они будут отнимать у вас энергию, либо выстраивать их заново, потому что дело совершенно не в еде. Отношения в критике и неприятии долго длиться не могут. Ну и тему отцов, детей и друзей можно обсуждать еще очень долго. Остальные вопросы мы рассматриваем на моем онлайн-видеокурсе Ульяна Терапии, который проходит каждый месяц в подробности под видео, и живых встречах теперь уже по всему миру. Кстати, это сообщение пришло от одной девочки из моего города. Мы с ней когда-то вместе отдыхали в профилактории, когда были маленькие. А сейчас я очень рада, что все больше людей, даже из моего городочка, микроскопического, приобщаются к этому образу жизни. Нелли, спасибо большое за вопрос. До встречи с тобой на семинаре в Москве. Всем спасибо за просмотр. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал, Инстаграм, Телеграм. Всех целую и обнимаю. Ульяна Ра. Субтитры сделал DimaTorzok